Задание регионального правительства выполнено в Одинцовском округе, создали пять детских садов в мини-формате. Полисадики оказались очень востребованными, поэтому в этом году откроются еще несколько таких дошкольных учреждений. Мы построили по этой программе несколько объектов, это порядка 615, наверное, мест, которые мы получили дополнительно в прошлом году, и в этом не менее 155 у нас стоит в планах. Но так как очень востребована эта тема, то, скорее всего, мы еще будем искать помещения, которые либо возьмем в аренду, отремонтируем, либо найдем в муниципальной собственности. Полисадик – это обычный детский сад. Единственное отличие – отсутствие зоны для прогулок. Впрочем, без прогулки воспитанники таких дошкольных учреждений все равно не остаются. Малыши гуляют либо на территориях ближайших школ, либо на площадках, соответствующих необходимым требованиям безопасности. Но не только сеть полисадиков продолжит развивать в Одинцовском округе. Уже согласовано тех заданий, выпущено постановление о заключении контракта на строительство Большого детского сада на 400 мест в Трехгорке. Определен подрядчик и до конца, ну по контракту январь 2024 года, но до конца 2023 года, мы надеемся, как опережающими темпами подрядчик закончится. Подрядчик известный, тем более это АСГ, который уже не один социальный объект в округе построили. Продолжается строительство крупнейшего образовательного кластера детского сада и школы в Гусарской балладе. Работы идут по графику. Их в еженедельном режиме контролирует глава округа. Родители могут следить за происходящим на стройплощадке в режиме реального времени. Уже согласовано тех заданий, внесены изменения в бюджет и заключен контракт на проектно-изыскательные работы для строительства школы на 550 мест в Немчиновке. Проект направлен в рамках контракта в Московую экспертизу. Потом будет определен в рамках конкурсовых процедур подрядчик на строительство монтажной работы. Получено разрешение строительства. Открытие школы планируем в 2023 году. В мае этого года начнутся земляные работы на месте строительства пристройки гимназии номер 14 Воденцова. В начале февраля был определен застройщик. Срок ввода здания в эксплуатацию – сентябрь 2023 года. При строительстве пристройки и старое здание тоже будет включено в ремонт. Может быть другой программой, но в ремонт мы должны поставить. Иначе это будет серьезным образом различаться. Новый корпус и старое, собственно, с советских времен школа. Глава Одинцовского округа провел рабочее совещание с представителями застройщика. Такие встречи в администрации будут проходить регулярно. Строительство еще одного объекта образования Андрей Иванов продолжает держать на личном контроле. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.